Приветствую всех любителей фигурного катания. В ближайшие минуты о главных событиях дня. Ранее я сообщал, что, вероятнее всего, наши юниоры не поедут на этапы Гран-при во Францию. А сегодня Федерация фигурного катания России подтвердила, что российские фигуристы пропустят два этапа во французском Куршевеле с 18 по 28 августа. Россияне, въезжающие во Францию и непривитые от коронавируса одобренной в Евросоюзе вакциной, должны пройти 10-дневный карантин. Привитые одобренными вакцинами проходит недельный карантин, но применяемые в России вакцины не одобрены в Евросоюзе. Учитывая невозможность участия российских фигуристов в первом и втором этапах, Федерация фигурного катания России обратилась в Международный союз конькобежцев с предложением перераспределить квоты российских фигуристов с этапов во Франции и перенести их на другие этапы серии в те страны, куда будет возможен въезд без ограничительных карантинных мер. Также нашей Федерации было предложено пересмотреть критерии отбора участников на финал Гран-при среди юниоров в этом сезоне. Совет Международного союза конькобежцев рассмотрел аргументы, представленные нашей Федерацией и согласился с указанными предложениями. В настоящее время идет согласование возможности перераспределения квот на другие этапы серии, а систему отбора в финал Гран-при также поменяют. Глава Федерации фигурного катания России Александр Горшков рассказал, где выступят российские спортсмены, которые не смогут попасть во Францию. По его словам в приоритете наш домашний этап в Красноярске, он пройдет с 15 по 18 сентября, а также этап в Словении, он состоится с 22 по 25 сентября. Не утихают разговоры по поводу нечестного судейства на Олимпийских играх в Токии второго места нашей гимнастки Дины Авериной. Этот скандал сильно задел мир фигурного катания. Серебряный призер Олимпиады 2002 года Илья Авербух считает, что это произошло как раз вследствие того, что началась реформа в судействе. Если мы проводим аналогии с фигурным катанием, то у нас она тоже длилась достаточно долго. Это реформа, которая должна найти баланс между сложностью, не потеряв той красоты, за которую мы любим художественную гимнастику. В таких субъективных видах спорта как фигурное катание, художественная гимнастика и синхронное плавание, всегда будут вопросы к судейству, потому что тут оценки выставляет человек, а не компьютер. Но может быть за это мы и любим эти виды спорта. Я считаю, что механизм судейства сейчас в фигурном катании достаточно хорошо отлажен, и бесспорно мы верим, что в Пекине в 2022 году все будет абсолютно справедливо, сказал Авербух. Олимпийская чемпионка Татьяна Татьмянина считает, что в конце Олимпиады, как будто по заказу, судьи решили предпринять окончательную попытку сломить нашу сборную, поставив заниженные оценки прекрасным девочкам-гимнасткам. Но даже это не сможет нас ослабить. Татьяна задается вопросом, а что дальше, могут ли зимой у нас забрать женское фигурное катание, где мы впереди планеты всей. Чем больше мы будем возмущаться, тем больше будет давление на международные ассоциации. И тем меньше шанс, что такое повторится. Жаль, что Олимпиада превращается в политическое шоу, где на первое место выходят далеко не спортивные показатели. Хочется верить, что это изменится, и гражданство спортсмена перестанет быть причиной, по которой ему не достается заслуженная награда, написала Татьмянина в Инстаграме. Скандал с сестрами Аверинами может повториться и с нашими спортсменками на играх в Пекине. Хотя остаться без золота в фигурном катании Россия может, только в случае срыва программ всеми нашими фигуристками. Либо судьи повторят тот же сценарий, что и в художественной гимнастике несколькими днями ранее. Конечно, в фигурном катании с оценками манипулировать сложнее. После соревнований вся программа указана в протоколе, где прописана стоимость за каждый элемент. В художественной гимнастике такого нет. И сейчас необходимо предпринять все усилия, чтобы в дальнейшем мы больше никогда не сталкивались с нечестным судейством. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца, подписывайтесь на канал, не забывайте о лайках. До новых встреч.